Московская феносреда Состояние природы как предзимья, хотя зима уже по календарю наступила почти как полмесяца, а по идее в наших краях она наступает уже где-то в начале ноября, ну или где-то вот начало-середина ноября уже снег выпадает и лежит постоянно, но у нас вот продолжается такая вот фактически европейская погода, которая более свойственна именно вот восточной, отчасти даже западной Европе, то есть когда нет снега почти всю зиму, ну и такие вот слабых положительных температуры близкие к нулю там, ну иногда чуть ниже нуля, вот, ну и естественно такая погода далеко не всем нравится, многие хотят снега и мне кажется, что сейчас вот постоянное объявление по поводу того, что вот прям скоро придет снег, вот вчера были объявления, что снег идет уже где-то там по северо-западу, по западу Московской области, он уже выпал, вот буквально уже прибежается к Москве, ну так вот как-то не приблизился и, наверное, как-то застрял там и мы так в Москве снега вчера и не увидели, не увидим и его и сегодня. Ну, может быть, действительно, когда-нибудь все все-таки пойдет, но мне кажется, что вот разные средства массовой информации, многие, по крайней мере, да, они выдают желаемое за действительность, то есть очень хочется, чтобы снег пошел, чтобы такая была зимняя, немножко, так кажется, предновогодняя постановка, которая, конечно, немыслима весь снега, да, ну и вот как бы вот предвкушает постоянно, да, что, как говорится, вот скоро-скоро пойдет, но пока снега все-таки нет. Ну и температура, она, конечно, достаточно высокая для этого времени года и если в начале этого месяца она превышала норму только на 1-2 градуса и даже где-то в середине декады, где-то числа 5-го, по-моему, 4-5-го был даже такой морозный провал, что ли, да, и когда температура в Москве опускалась ночью под утром до 5 градусов даже мороз в некоторых районах, ну а по области, вот, например, восточных районах, там самые холодные районы наши, да, где Черусти, Чешатура, там даже температура опускалась до 10 градусов мороза, даже трудно в это поверить. Ну, потом, конечно, воздух быстро прогрелся, но ночью, особенно под утро, вот такая была температура. То уже вот после этого такого небольшого, как говорится, похолодания, да, после этого вдруг пошло опять потепление и сейчас температура превышает норму в Москве, ну, на 4-5 градусов, примерно, может быть, даже до 6 градусов. Аномалии доходят положительно, вот, ну и осадков тоже мы не видим, и за первую декаду месяца выпало всего 13% месячной нормы осадков. Ну, и вот вторая декада тоже началась без осадков, пока все довольно сухо, ну, все в ожидании, но пока осадков нет. Хотя, конечно, все может быть, и вполне возможно, что в оставшиеся дни норма по осадкам будет выполнена, даже переполнена. То есть, все, в общем, возможно. Ну, а пока мы видим, ситуация так складывается, что продолжается у нас такая вот европейская зима. Ну, не всем она нравится, хотя, наоборот, многим она нравится, особенно те, кто приехал с южных регионов, да, с более теплых краев. Да, наоборот. Ну, не знаю, я, во-первых, в детстве, мне очень нравилась зима, я практически не замечал холода. Ну, а потом, когда уже закончились там игры в снежки, там, катание на санках с горки, там, да, на лыжах, на коньках, все это я катался на всех этих видах, так сказать, физкультуры, да, разных развлечений, да, то, как-то, наоборот, тоже мне вот хотелось бы, чтобы зима была вот тоже теплой, такой же вот, примерно, как сейчас, ну, как в Европе. Ну, а сейчас мне уже как-то, в общем-то, нахожусь в таком возрасте, когда, наверное, уже как-то особого значения это не имеет. Холодно, там, тепло. Ну, в принципе, сейчас неплохо. Вот, как-то особо снега я лично не жду. Ну, однако, многим действительно не хватает. Ну, просто эта погода, когда без снежи, да, ну, часто у многих людей ведет депрессия, да, у людей таких достаточно слабых психически, да, и склонных вот к таким всяким состояниям мрачным, то такая погода действительно часто ведет вот к разным таким нехорошим состояниям. Ну, потому что все черное, все темное, да, вот, как говорится, где-то снега. Ну, а снег, он, наоборот, немножко веселит, располагает, такую вот предновогоднюю атмосферу создает, немножко распадает к празднику. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но при этом, конечно, если погода у нас, она приблизилась немножко к европейской, конечно, не совсем, там-то совсем тепло сейчас, может быть почти весна, то вот, что касается темноты, да, то есть светового дня, то здесь уже, как говорится, ничего не поменялось, потому что если экологию человек может нарушить, да, там, глобальное потепление, там, да, и прочее, то уже, как говорится, вход солнца, да, его ничто нарушить не может. Оно как идет себе, так сказать, по орбите, так оно идет. И поэтому световой день сейчас, конечно, в любом случае небольшой, вот, сейчас долгота светового дня составляет около 7 часов, и даже несколько меньше, ну, около 7 сейчас уже так вот где-то крутится, вот, и, конечно, это уже будет постоянно, и никто, в общем, с этим побороться не может и не сможет. Ну, и солнце сейчас у нас восходит около 9 часов утра, ну, а заходит чуть ранее 4 часов вечера. Вот, так что всем рады, ну, и вот долгота, я говорю, около 7 часов. Что касается Луны, то у нас сейчас, вчера было у нас полнолуние, полнополное, да, самое, максимальное. Ну, а с сегодняшнего дня начинается, в общем, потихонечку уменьшение. Вот размер Луны, ну, пока оно практически незаметно, но с каждым днем, конечно, будет все более и более заметно. И Луна теперь будет уменьшаться вплоть до 26 декабря, то есть, ну, практически до конца месяца, когда будет новолуние, и Луну видно не будет. Вот. Ну, что касается, кстати, вот этих, так сказать, таких вот стародавних преданий, да, то, кстати говоря, вот раньше считал, что коренная зима, вот такая настоящая зима, да, она начинается только в конце декабря, после зимнего солнцестояния, которое происходит 25 декабря. И вот после этого уже как бы начинается такая настоящая зима. Ну, еще такая была поговорка, да, вот, наверное, все знают, солнце на лето, а зима на мороз. Ну, и вот, если день начинает прибавляться, солнышко уже играет, да, но очень при этом холодно. Вот. А время, когда еще, так сказать, ну, до конца декабря, ну, как бы еще считалось первозимьем, первозимьем. То есть, когда устанавливался уже снежный покров, да, уже, так сказать, лед вставал на реках, да, но все-таки морозы еще были не очень крепкими, пока еще морозы были довольно слабыми. Ну, и вот такой период первозимья, то есть, как бы первая такая зима, как при прелюдии настоящей зимы, а уже сама такая зима, она уже была, ну, по сути, в январе. Вот. Ну, а период до того, как выпадет снег и становится лед на разных водоемах, ну, назывался предзимьем. Ну, собственно, то, что мы сейчас видим. Ну, на основном, просто затянулось, конечно. Вот. Ну, по сути дела, даже и раньше в народе считалось, что зима все-таки наступает все-таки ближе уже к концу декабря. Но снег, конечно, обычно в это время уже был. Теперь, да, ну, и говорили, что в декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. Вот так. Ну, еще говорили, что декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет. Все-таки морозы были, ну, при этом и снега тоже были. Ну, кстати, то, что сейчас морозов нет, это в каком-то смысле благо, если нет снега, потому что если был бы сейчас мороз, а еще и не было бы снега, то это, конечно, очень плохо для, ну, и растений, вообще для всего животного мира, для всего живого, как говорится. Ну, может, кроме человека, который научился искусственно согреваться. А так, конечно, для растений, для животных очень важно, чтобы был снег, и тогда уже мороз переносится намного легче. Вот. Ну, еще говорили, что декабрьское солнце светит, но не греет. Ну, у нас сейчас солнца почти нету, да в декабре, действительно, солнца его мало всегда бывает. Ну, и действительно, оно, конечно, не греет. Теперь обратимся к народному календарю, и в понедельник у нас был Егорий Зимний, вот, ну, и считал, что до Егориева еще называли Юрия в день, что до этого дня надо было раздать все долги, ну, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках, так и остаться в долгах. Вот. Ну, вообще, лучше долги не брать, не влезать, чтобы не отдавать. Ну, если уж, как говорится, приспечило и прямо это, то вот раньше надо было уже рассчитываться до Егория. Не до Нового года, а именно до Егория. Ну, еще в Руси говорили, что у нас два Егория. Один голодный, это который в мае, а другой холодный, ну, который вот 9 декабря как раз был, в понедельник. Ну, и поэтому к этому дню старались обить все двери войлоком и рогожей, законопатить окна, погреба, чтобы мороз не проникал в избу. Ну, сейчас это, конечно, для жителей города не актуально, но, с другой стороны, конечно, окна надо тоже стараться все-таки как-то тоже законопатить. Сейчас это напачивать, ну, раньше, так сказать, делали это поролоном, там, да, разными замазками, там, или клееной лентой, ну, сейчас это все решается путем пластиковых окон, которые, в общем, очень плотно прилегают, там практически уже ветер не проникает. Ну, хотя, конечно, если плохо топят, там, да, или плохие окна с чего-то рассоплись, там, разошлись, тогда, конечно, приходится уже прибегать к каким-то дополнительным средствам. Во флорник считалось так, что лес сильно шумит, и воробьи весело чирикают, и это тогда к потеплению. Ну, у нас сейчас воробьев почти нет в Москве, они все улетели, потому что кустарники вырубили во многом из-за этого. Ну, и лес как-то у нас тоже почти леса нет, так что мы не знаем, к потеплению или нет. Ну, у нас сейчас, по сути, так тепло, поэтому это не очень актуальная поговорка. 11 декабря был Стефанов день, в среду. Вот, ну, и тогда вот слушали сойку, вот, и такая лесная птица, но сейчас она практически в городе не живет, да, ну, тогда в христианском хозяйстве, конечно, сойки тоже были, в деревнях разных, да, конечно, рядом же леса были. Вот, ну, и она, кстати, может подражать пению других птиц, ну, и считала, что если сойка в этот день прилетает к окну и станет около него кричать, то это добрый знак. Просто добрый знак, считала, что будет хорошо в доме. Вот. Ну, что ж, 12 декабря, парамон, зима указатель, вот, земля каменеет, а речка стынет. Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, по крышам стучит, бабам велит вставать, печи топить и кашу варить. Ну, понятно, чтобы не замерзнуть. Вот. Ну, холодно, потому что было. Ну, и багряная заря предвещала сильные ветры. Так что, если зарю увидите, ну, у нас сейчас, опять же, все в тучах, и поэтому зарю трудно увидеть. Но если вдруг, то вот, если вдруг очень багряная заря, значит, ветра вжать. А если ветры, то обычные перемены какие-то. Ну, в пятницу, 13 декабря, день апостола Андрея Первозванного. Ну, и этот святой связан с просьбами о браке. Ну, прежде всего, женщин, девушек. Ну, вот, девушки к нему обращались раньше с просьбой дать хорошего жениха. Ну, и чтобы был хороший брак. Ну, и еще, чтобы желательно и богатого был. Чтобы не только хороший, но и богатый. Вот, а чтобы богатого, то, вот, значит, девушке тогда кидали в маленькое окошко монетки. Вот, ну, и чем больше кинешь, тем, соответственно, лучше будет жених. Там более богатый будет. Видите, как хотели подкупить апостола Андрея Первозванного, чтобы он, как говорится, за деньги им дал хорошего жениха. Ну, это, конечно, очень странная логика, но, как бы, деньги к деньгам, наверное, тогда считалось, что если кинешь, то и даст. Очень сомнительно, но, не знаю, может, и помогало, если это делали. Хотя, я очень сомневаюсь. Ну, и вообще, вот, с пятницы у нас начинается праздничный цикл. Да, то есть, начинается пара праздников. Там будет и Сава Освещенный, там будет и Николай Чудотворец, и Спиридон потом 25-го числа, вот, а потом Новый год, потом Рождество. Ну, в общем, очень много, начинается такой, как бы, предрождественский праздничный цикл. Тогда начинается довольно много праздников. Сейчас было, так сказать, время довольно бедное праздниками после Казанской иконы. Ну, и после Покрова, и Казанской иконы Божьей Матери 4-го ноября. Ну, а теперь, вот, уже с 13-го декабря начинаются праздники. Вот, ну, и поскольку праздники, то обычно не работали, особенно не ткали, не пряли дома. Ну, такие вот работы были крестьянские. Но при этом можно было ходить в гости и, соответственно, пригласить гостей. Вот, но поскольку все-таки сейчас идет пост рождественский, да, крестьяне соблюдают, ну, так или иначе, да, то старались все-таки приготовить там рыбу, ну, и что-нибудь такое, как всякие, так сказать, какие-то обащи, фрукты. Ну, что-то вкусное, да, но все-таки желательно, по возможности, постное. Ну, рыбу сейчас есть разрешают обычно. Ну, в монастырях там не всегда, не в каждый день, но там строго все-таки, а в обычных, мерских, в принципе, каждый день. Ну, и в субботу, на 14 декабря, будет память пророка Наума. Ну, и считали его, ну, поскольку Наум, да, говорили, Наум наставляет Наум. Ну, и считали его покровителем наук и всякой грамоты, ну, в общем, мудрости, да, и молились, чтобы, как говорится, особенно детям дал мудрость, да, так сказать, постижать, чтобы они могли постигать разные науки. Ну, на самом деле, словом Наум, оно переводится вовсе, так сказать, не умный, не заумный, а переводится оно с древнееврейского, это еврейское имя Наум, переводится оно как утешающий, утешающий, то есть не научающий, а утешающий. Все-таки совсем разные вещи. Ну, конечно, в каком смысле можно толковать в том плане, что если, как бы, будешь умным, то, как бы, тебе будет утешение, ну, в том смысле, что, как говорится, и жить будешь хорошо, деньги заработаешь, там, да, с умом, да, и так далее. Ну, это все-таки несколько натянуто. А так, конечно, все-таки более правильно, утешающий перевод. Ну, и 15 декабря, неделю у нас закончится, днем пророка Аввакума, еще одного пророка, Долутнаума, Перевакума. Ну, это пророки, они, которые, почему сейчас память пророков, потому что перед Рождеством Христовым, то есть они все пророчествовали о том, что придет Христос, придет Бог воплотиться, да, и, соответственно, спасет людей от вечной смерти, от грехов. Ну, и, в общем, дарует Царство Небесное. И все это, как бы, предвкушали и предвидели. Ну, и в этот день, Аввакума, воскресенье, молодежь каталась на санках, строила крепости из снега, ну, и для катания с горы делали ледянки. Сейчас ледянки продаются в магазинах, можно купить совсем недорого, наверное, в любом там магазине, в Атаке, там, в Пятерочке, не знаю, ну, а ноги в магазинах я лично видел. Вот, ну, а раньше вот их сбивали две доски, обливали их водой и оставляли на морозе. Ну, вот так вот делали ледянки, такие совсем простые были. Вот, но при этом они были прочнее, надежнее обычных досок. Ну, еще говорили, что чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной будет зелень. Вот, ну, и кроме того, сейчас также птички зимние, как говорится, резвятся, да, вот белки, когда тепло, ну, сейчас в теплую погоду, когда солнечно особенно они любят, они выходят из теплых убежищ, и лакомятся еловыми семенами, ну, и любят, когда тоже народ их подкармливает. Вот сейчас белки достаточно красивые, тоже такие все опушеные, вот, особенно когда мороз, конечно, они пушатся, ну, и они любят тепло, конечно, бегают туда обычно в норках, там и время проводят. Но когда солнце, оно их все-таки немножко будоражит, вот, и хоть и холодно, но они все-таки так быстро бегают, а быстро, потому что, чтобы не замерзнуть, поэтому они постоянно бегают, движения находятся. Еще вот, как говорят, как белка в колесе, да, вот я видел, вот, недавно, около храма прямо сделали какую-то такую клетку, и там прям белка бегала в колесе. Ну, они постоянно бегают, чтобы им согреться, чтобы не замерзнуть, потому что только им остановиться, и уже все, у них так устроен организм, они будут просто замерзать. Вот, ну, еще вот зимние птицы, клесты, вот, есть клесты, с таким клювом заостренным, да, в необычной форме, но это для чего? Для того, чтобы тоже вот из шишек доставать вот еловые зернышки, да, семена. Вот, и они им питаются, они очень жирные, вкусные, и они им питаются. Ну, крестов у нас в Москве практически нету. Видите, трудно, людей они боятся очень. Вот, делают, есть кресты еловики, есть сосновики, ну, сосновиков у нас вообще нет, но еловики еще встречаются. В Лосиновом острове раньше были, в Битцевском лесу, ну, то есть, в таких достаточно больших парках, там, где много елей, хвойных деревьев, на Смазке все-таки же практически нет, их уже все свели. Вот, ну, еще вот остались большие лесные массивы, там они еще водятся, еще можно их там найти, где-то в глубине, но они там высоко делают гнезда, там, еловых ветвях селятся, ну, в общем, чтобы от глаз долой. Знают, что от людей одни неприятности, поэтому они стараются особенно с людьми не сталкиваться. Ну, и, видите, довольно сложно, конечно. Вот, ну, можно, раньше было больше, конечно, сейчас меньше леса потихонечку сводятся, и тоже всякие птицы, которые раньше были, они потихонечку тоже исчезают. Особенно такие вот декоративные, малочисленные, они к листу даже в Красную книгу Москвы занесены, так что, в общем, увидеть их непросто. Ну, если по лесу погулять, в Лосиновом острове, там, где-нибудь, да, то, в принципе, какой-то шанс, в общем-то, есть. Ну, небольшой. А птички такие хорошие. Вот, они выводят птенцов зимой. Почему? Ну, потому что, вот, как раз пища зимняя созревает, вот эти еловые шишки с этими, с семенами еловыми. Они им питаются, и как раз вот, и птенцов ими кормят, ну, и, соответственно, вот, у них потом сводится где-то в феврале примерно, да, где-то в конце зимы больше. Ну, и сейчас они тоже суетятся уже, вот, готовятся к врачному периоду. Ну, вот такая у нас сейчас ситуация в наших краях.